Девушки отдыхают Начиная с 2013 года под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта в Московском Тушино ведется работа по строительству храма для моряков и речников торгового флота. Воплотить благое начинание в жизнь стало возможным благодаря проекту 200 – строительство новых церквей в отдаленных районах Москвы. В его рамках на улице Лодочная в скором времени поднимется новый храм в честь святителя Николая Чудотворца. Он считается небесным покровителем моряков, а именно они и составляют костяк молодого прихода. Армия моряков и речников значительная, а помноженная на семьи – это целая армия верующих людей, я бы так сказал. И, собственно, что такое храм? Храм – это вера. У каждого человека должна быть вера, значит, должен быть свой храм. Поэтому мы не просто там согласились, мы были инициаторами на этой идее, мы посчитали, что здесь у нас должен быть свой храм. Не только наш, но и тех жителей, которые здесь живут. В августе 2014-го на участке закипела работа. Возводилась временная церковь. Местные жители почти каждый день заходили на стройплощадку с вопросом – когда же начнутся службы? Это единственный храм, который здесь есть. Слава Богу, что пока такой, слава Богу, что будет еще лучше и краше. Очень много верующих в нашем районе. К сожалению, не было места, не было где пойти помолиться. Строители делали все возможное, и уже через полтора месяца, в октябре, Малая Церковь открыла свои двери для прихожан. Посвятить храм решено было святому апостолу и евангелисту Иоанну. На первой литургии присутствовали более двухсот человек. Откраска, наружесканы, приходите, не ладьте! После службы прихожан тепло поздравил митрополит Марк, председатель правления фонда поддержки строительства храмов города Москвы. В своем слове владыка напомнил собравшимся, что апостола Иоанна называют апостолом любви. Все слова, с которыми святой обращался к своим ученикам, были о любви к ближнему. Даже когда апостол Иоанн стал совсем немощным старцем, и говорить ему было очень трудно, он неустанно повторял «Дети, любите друг друга!» Вера человека познается по плодам любви. Если мы любим другого человека, значит, мы любим и Бога. Но Господь не только призывает к этой любви, Он любит нас. И более того, Он возлюбил нас первым. Это фундаментальная истина, о которой говорит Иоанн Богослов, и которая является каждому из нас в процессе нашей жизни. Дай Бог нам, дорогие братья и сестры, не только воспринимать любовь Божию к нам грешной. Дай Бог и нам научиться хотя бы частично ответной любви к Богу. Богослужения в храме теперь проходят регулярно. Здесь действует воскресная школа для детей и взрослых, курсы церковного пения. Одна беда – церковка небольшая, и места многочисленным прихожанам уже катастрофически не хватает. Весть о скором начале строительства большого каменного храма стала поистине радостной и долгожданной для всех жителей района. Надеемся, что будет построен более большой, чтобы как можно больше прихожан могли ходить молиться. На днях при большом стечении людей был освящен закладной камень нового собора. Храм на 400 человек возведут на берегу Химкинского водохранилища. Он станет не только украшением района, но и духовным центром, в том числе и для тружеников флота. Благословяется место сие окроплением воды, сие священные, непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Спасибо, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Гостем начинья освящения закладного камня в основании святыни стал председатель правления фонда поддержки строительства храмов города Москвы, митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Много лет владыка управлял северным и северо-западным викариатствами столицы. Совершилось важное действие – закладка первого камня нового храма. В жизни храма, как и в жизни каждого человека, все движется этапом. Мы долго ждали, готовились, надеялись, занимались процессом проектирования, согласовывали, потому что всякое дело нужно делать серьезно, не спеша, чтобы потом не было досадно, чтобы что-то забыли, упустили, не сделали. Тем более в том случае, когда речь идет о храмах. Молились о скорейшем и благом завершении работ будущие прихожане – моряки и личники. В советское время, во время плаваний, когда заходили корабли куда-то в другие гавани, то не было ни одного корабля, на котором бы не было иконы святителя Николая. Хоть вроде все были неверующие, но когда касается шторма на море, известно, когда тебе одна дощечка, скажем так, отделяет от вечности, вера особо усугубляется в каждого человека. Икона находится, да, и сразу по-другому люди начинают молиться, действительно, от всего сердца. Подготовительные работы завершены, возведение церкви начнется в ближайшее время. Участок непростой, рядом проходит канал имени Москвы, поэтому будут применяться уникальные технологии гидроизоляции. Проект храма создан профессиональным архитектором, членом Союза архитекторов России, протеереем Андреем Юревичем. Высота церкви составит 30 метров. Сияющий крест будет хорошо виден из любой точки района. Я рад, потому что будет больше людей приходить, потому что этот был хороший, но маленький. У меня очень много друзей ходят, почти все, но в этот храм ходят тоже многие, потому что у меня многие друзья тоже именно здесь живут. Рядом с церковью поднимется дом Причта, в котором разместятся приходские объединения, классы воскресных школ, социальная служба. Весь комплекс будет выдержан в едином стиле. К слову, благодаря проекту 200 открыта новая страница в истории русского храмового зодчества. После более чем 70 лет забвения, одно из главных архитектурных направлений расцветает новыми проектами, формами, решениями. А ведь по храмам, которые мы строим сейчас, о нас будут судить наши потомки. Проект, который здесь собирают мысельные организации, вдохновлен идеями нашей инвестиционной русской архитектуры, традиционный храм, который вписывается, традиционный храм, который будет вписываться в красное место, в мире критик. Ну, идея была такая, как храм Покрова на Нерли, ну, что-то такое близкое подобное. Поэтому будет красивый белокаменный храм, который будет красиво смотреться здесь, на этом городе. Уже поражает своей красотой другой храм Проект 200. Иконы Божьей Матери Неопалимая Купина в районе Отрадное. Пусть церковь еще не достроена, ясно, что она станет настоящим украшением района. Завершить работу здесь планируется в ближайшее время. О жизни прихода расскажем ровно через неделю, 17 апреля. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok